всем привет с вами Бойко Алексей и в этом видео я расскажу вам почему я на следующий день после того как установил windows 10 удалил ее в мусорную корзину и забыл об этом как о страшном сне я покажу конкретно пример что у меня творилось на рабочем столе какие вещи там происходили да и в следующей части видео я покажу реальные отзывы людей которые уже после 29 числа посыпались в адрес microsoft и конкретно windows 10 далее покажу как удалить значок с рабочего стола который призывает вас установить windows 10 для тех кто решил что он не будет это дело устанавливать окей досмотрите это видео до конца и начнем сегодня у нас 31 июля 2015 года 29 вышел релиз windows 10 на обоих компьютерах у меня релиз так и не обновился мне пришлось и в интернет узнавать как это можно установить скачал специальную программу и только с помощью нее вот на этом компьютере у меня обновилась на этом компьютере у меня стояла windows 7 вот на том компьютере где у меня стоит сейчас windows 8 обновление по-прежнему нет то есть она по факту она скачивается но постоянно выходит ошибка и нет возможности установить я уже пробовал из флешки устанавливайте с помощью этой программы которая вот у меня здесь установилась и по-прежнему никакого результата и она не устанавливается что произошло с этим компьютером то есть вот я установил как бы все программы у меня сохранились которые у меня были на windows 7 вот и самая основная проблема это в том что у меня здесь очень растянутый экран то есть он так вот в принципе не видно но когда вы открываете почтовый ящик и пытаетесь что-то прочитает то это выглядит конечно очень коряво то есть вот реально очень вытянутое изображение и невозможно как вот этим пользоваться потому что разрешение экрана не подходящее я заходил на сайт официальный amd скачал дрова драйвера да и в толку все равно никакого то есть вот я поставил дрова для windows 10 и как бы результата 0 то есть не работает по-прежнему я так понял что windows 10 будет очень похоже на windows xp что она будет шустрая быстрая все будет летать и многие ребята говорили что вот у них там драйвера сами устанавливаться быстро установка там и так далее да вот в результате что я вижу что программа не летает то есть я сейчас поставил максимальное ускорение отключил всевозможные эффекты и как вы можете видеть окна открывается медленно при перетаскивании они дергаются и в принципе очень сильно тормозит то есть я бы не сказал что эта система очень быстро да то есть у меня стояла тут windows 7 и она это подтормаживала как бы да вот в линуксе быстрее работать чем windows то есть у меня на данном компьютере еще стоит linux ubuntu и там программа запускается гораздо быстрее чем windows 7 но вот здесь это это вообще ужас какой-то то есть тормозная система до нельзя просто далее что мне еще здесь вот чтобы что-то мне здесь понравилось честно сказать вот не тут ничего не понравилось то есть окна то есть они говорили что убрали вот там когда ты здесь вот windows 8 нажимаешь там вот квадратные цветные окна которые мне вообще просто бесит здесь они вот влепили их вот сюда здесь их всех по удалял и теперь у меня тут черный квадрат короче лажа какая-то корзина какая-то стала квадратная то есть но ладно в принципе это не столь важно и особо не напрягает хрен то с ней вот то есть основные моменты это на данном компьютере это отсутствие драйвера который не подходит да и вот эти вот окна они меня не нравятся вообще то есть это вот система которая сейчас вот они этой кубики эти квадратики всякие это это мне вообще не нравится я в принципе принял решение что я либо сейчас откачусь к семерке которая у меня была и просто на десятку забью вот либо поставлю себе полностью на компьютер без винды поставлю себе linux ubuntu и буду работать с нее потому что windows это просто реально превращается уже в тихий ужас какой-то для тех кто хочет вернуться к предыдущей версии windows значит у них была такая вещь они говорили что можно будет любой момент откатиться к windows той который у вас есть на самом деле это не так сейчас покажу где это написано чтобы это не было с моих слов чтобы вернуть ту операционную систему которая у вас так в параметрах мы находим обновление безопасность жмем восстановление и вот здесь есть кнопка вернуться к windows 7 вот и где это написано как раз это вот написано здесь то есть эта возможность доступна только в течение месяца после обновления до windows 10 то есть потом у вас этой возможности не будет это не я подумал это здесь написано поэтому те кто хотят вернуться к windows 7 или к windows 8 откатиться назад то нажимаем здесь и возвращаем то что у вас было и после того как вы нажимаете на кнопку вернуться к windows 7 у вас появляется вот такое окошко где лично я поставил такие метки то есть мои приложения или устройство не работают в windows 10 использовать windows 7 было проще windows 7 работала быстрее и тут я написал еще дополнительные причины то есть мне не нравятся окна в пуске тормозит безбожно экран растянут нет видео дров вот такие причины я написал и жмем далее и у нас появляется вот такое окошко где написано благодарим за то что попробовали windows 10 если вам в конечном итоге будет не хватать улучшенного поиска безопасности и запуска возвращайтесь к windows 10 любой момент спасибо не нужно итак жмем вернуться к windows 7 и так я откатился к windows 7 и теперь мы переходим к теме отзывы о windows 10 здесь мы можем видеть отзыв который написан в четверг 30 июля то есть вчера это на следующий день после официального релиза и вот тут человек по имени артем пишет то есть перешел с windows 8.1 на эту 10 назвали бы ее так как полная первое ужасный новый недобраузер второе пуск снова вы шутите долбаные консерваторы дайте компании развиваться третье самая быстрая с в каком месте запускается полгода железо в норме запуск 8.1 менее минуты четвертое работа на всех устройствах это не работа а ерзание пятое дрова из плюсов возможность откатиться до windows 8.1 итог спасибо microsoft что снова доказали свою компетентность в выпуске сырых и беспонтовых операционных ну ладно окей поехали дальше это у нас отзыв который был написан четыре часа назад пишет у нас агата я так смотрю что все больше и больше жалоб поступает на windows 10 если вчера все прыгали от восторга то сегодня уже как минимум в два раза больше жалоб или люди чего-то не делают или винда реально недоработанная мне уже как-то и стрёмно устанавливать может реально подождать вроде на сайте написано у них что до 29 июля 2016 года бесплатно ее можно будет скачать да на самом деле до 2016 года можно будет ее скачать бесплатно то есть это они где-то дают около до года на то чтобы люди могли обновиться ладно поехали дальше следующий отзыв дам достоинства новизна бесплатная лицензия недостатки производительность нестабильность оформления как-то одним прекрасным утром я наткнулся на новость о публичном доступе шиндовс наверно windows имелось ввиду windows 10 от компании мелкософт мелкософт это microsoft так это написано это типа сленговая я первоначально был очень удивлен выходом десятого после восьмого но не в этом суть сразу же его скачал и начался геморрой ведь после двух часов установки пяти часов поиска дровишек которые корректно бы встали на систему я наткнулся на сырую недоработанную систему в которой стабильно не работает даже проводник по пандос товарищи графическая составляющая весьма минималистично и мало интересно почти все было содрано с восьмерки но добавлено меню пуск концептуально это смесь из семерки и восьмерки честно говоря толку от этого по нулям сказал бы что жду полноценной версии но это не может быть так после того что я увидел итог несмотря на ярое желание перейти на линукс откатился до семерки кстати это реально моё первое побуждение которое и мысль которая у меня была это реально полностью пересесть на линукс то у меня на этом компьютере стоит линукс убунту и моя первая идея после того как я посмотрел на десятку это реально перейти полностью на линукс едем дальше следующий отзыв лично у меня осталось плохое мнение после того как я познакомился с windows 10 это конечно не приговор так как у windows 10 будет еще доработки и будем надеяться что будет все четко хотя бы тут мнение что microsoft специально выпускает операционные системы с дырами чтобы на этом зарабатывать денег может я конечно что-то не понимаю но объясните чем отличается windows 7 от windows 10 может лучше вместо восьмерки или десятки выпустить обновление для семерки существует также мнение что все вновь вышедшие на рынок компьютерной индустрии в первую очередь проводят тесты на российском рынке сейчас не успеют до что по десятку будут выпускать следующую версию зачем короче надоело мне тут собирать все подряд скажу если у вас стоит семерка не надо качать покупать вновь вышедшие нестабильные операционные системы если я не прав объясните в комментариях и вот тут общее впечатление любая но только не десятка следующее операционная система windows 10 не впечатлила достоинства бесплатно обновили недостатки оформления ненужные изменения очень не нравится оформление значки топорные нового ничего не заметила только старые приложения которым привык зачем-то изменили если просмотр фото на черном фоне и кнопки перенесенные вверх это инновация то даже не знаешь что еще добавить радует только то что в пуске больше кучи окон не всплывает как в восьмерке следующее операционная система windows 10 удалил через день достоинства пожалуй только то что обнова бесплатно недостатки проблемы с драйверами загружалась и работала медленнее чем в семерке и чем 8.1 невозможность в домашней версии настраивать обновления решил обновить семерку домашнюю на только что вышедшую десятку в рекламе конечно все красиво но на деле никаких плюсов не увидел кроме того что обновление бесплатно самый большой минус это ее автоматические обновления которые в домашней версии полностью не отключаются и нет такого выбора как было в семерке и восьмерке винда постоянно что-то качает и ставит и нет возможности самостоятельного выбора что мне нужно что нет но и удалил за того что вместо нормального работающего драйвера на видео ставят свой и тухнет лампа подсветки дисплея при попытке восстановления ошибки и синий экран хорошо сделал резервную копию семерки и удалось сразу восстановить ноутбук asus окей читаем следующие операционная система windows 10 лучше посижу на windows 8 1 а почему объясню в отзыве своем достоинство красивый интерфейс рабочего стола иконки и панель задач недостатки сплошные минусы особенно работоспособность с 2013 года пользуюсь операционной системой windows 8 1 и была полностью довольна но когда увидела в просторах интернета на форумах обсуждения windows 10 итак я дальше не буду продолжать читать все эти отзывы не то чтобы я сидел и собирал специально один негатив это не так я просто взял первый попавшийся то есть там процент если сравнивать в процентах сколько было негатива и сколько было положительных отзывов то примерно 90 к 10 хорошо теперь давайте рассмотрим следующий момент то есть как удалить вот этот значок который постоянно высвечивается и написано получить windows 10 вот есть несколько вариантов первый из этих вариантов это вот я нашел на форуме как удалить данный значок да то есть это нужно удалить обновление с таким номером то есть найти его удалить и перезагрузить систему второй вариант как это можно сделать конечно вы его не удалите полностью он будет у вас высвечиваться но тем не менее вы его можете просто скрыть да для этого вы щелкайте мышкой правой кнопкой нажимаете свойства так и здесь выбираем настроить находите вот этот значок здесь и нажимаем скрыть значок и уведомление нажимаем окей вот и в принципе у вас этот значок будет скрытые глаза не будет вам мозолить и в принципе на этом и все и можно windows 10 забыть как о страшном сне если вам понравилось это видео ставьте пальцы вверх делитесь с друзьями показывайте другим людям пусть они тоже почитают отзывы выслушать лично мое мнение о windows 10 да и решат нужно им обновляться или нет на этом все с вами был бойк алексей всем пока пока